Всем привет, мои хорошие! С вами Эка Эмили, и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет завтрак, я буду все это кушать. Вообще, я решила в своих видео не нажираться, то есть есть столько, сколько мне хочется. Мне кажется, так и приятнее зрителю, и приятнее мне, и будет больше видео, и видео будут разнообразными. Как вы видите, сегодня я прям нарядилась для видео. Вообще, в прошлом видео я немножко подкрасилась, немножко привела себя в порядок, и я заметила в комментариях столько положительных отзывов о моей внешности. Это было на самом деле очень приятно. Вообще, до этого я всегда считала, что вы меня видели всякой, и не имеет смысла как-то краситься, наряжаться, но я заметила, что вы обращаете внимание на такие мелочи, поэтому теперь я буду нарядная всегда. Ну, в общем, что я подготовила? Я подготовила сгущенку, обожаю нутеллу, новенькая совершенно. Будем с пленчиками кушать, как пахнет, просто обалденно. Здесь у нас, значит, малина, ежевика, оладьи, и эксклюзивно это варенье из грецкого ореха. Если кто-то пробовал, то ставьте лайк, оно дорогое, насколько я знаю, но при этом очень вкусное. Мне кажется, это все очень сочетается. Также я приготовила ведро чая. Под прошлым видео также некоторые комментарии вообще меня просто выбивают, не знаю, поднимают мне настроение. Кто-то мне там написал, что, ну, конечно, говорит, три штуки не съешь, пьешь, как из колодца. Как я смеялась! Вы у меня вообще позитивчики. В общем, давайте начнем. И давайте начнем со сгущенки. Вот так вот слегка я полью. Также, кстати, я попросила вас, как всегда, в своем инстаграме задать мне интересные вопросы. Как всегда, опять забыла, я видела, вы в комментариях мне писали, что лучше задавай вопросы за день, чтобы было больше вопросов. Ой, да сколько вопросов! Сколько вопросов! Одна из моих подписчиц очень просит, чтобы я порекомендовала ее канал. Поэтому ссылку я оставлю в инфобоксе. Она меня смотрит прям, это не реклама, абсолютно нет. Она меня смотрит, когда у меня вообще там было очень мало подписчиков. И это, на самом деле, очень приятно. И почему бы не помочь? Так что я оставлю в инфобоксе, вы можете зайти и тоже посмотреть. Ммм, очень вкусно! Часто ли ты грустишь и плачешь? Интересненький вопрос, конечно. Последний раз я плакала. Где-то дня 3-4 я даже выходила в прямой эфир. Мне написали в комментариях, что я завидую Фальти, и мне было очень-очень обидно. Я даже плакала. Я не знаю, как другие блогеры равнодушно относятся к комментариям, но я не могу. Если один человек пишет какую-то гадость, я как-то да, могу закрыть глаза на это сделать, видишь, что я это не увидел. Но когда много людей пишут одно и то же, для меня это очень обидно. Очень вкусная малинка. Во сколько лет ты хочешь выйти замуж? Сказать прям точно возраст я не могу, но я счастлива, что сейчас я не замужем. Потому что если бы у меня был бы муж, были бы дети, я бы не смогла вот так вот спокойно вести свой канал. Это все равно были бы какие-то обязательства. Вообще перед тем, как начать свой канал, я бы, наверное, тысячу раз подумала, а я замужняя девушка, не знаю, как посмотрят на это мои родственники. А сейчас мне как-то пофиг на все это, потому что я одна. Я против ранних браков. В деревнях вообще выдают замуж девушек в 16-17 лет. И уже к 35-ти они становятся бабушками. Я считаю, это ужасно. То есть живем мы один раз. Эту жизнь нужно прожить свой кайф, я так считаю. Ну, конечно, я планирую выйти замуж в ближайшие, наверное, 5 лет. Может, даже позже. Нравится свой нос? Если честно, нравится. Но я иногда его фотошоплю, так по секрету. Но не могу сказать, что прям вообще мне он не нравится. Например, мне мои брови вообще раздражают. Я считаю, что у меня ужасная форма бровей. Я бы очень хотела ее как-то поменять. Но проблема в том, что у меня брови сами по себе не густые. Даже если я, не знаю, 3-4 месяца не буду их щипать, они все равно останутся в таком виде. А нос так терпимо. Я не считаю, что у меня большой нос. Мне просто не нравится, что кончик немножко идет вниз. Также был там вопрос, почему не поехала в Турцию с Фати. Я бы, на самом деле, с радостью поехала бы. Но мои родители боятся отпускать меня одну. Как будто мне 5 лет. Не то, что в Турцию. Я хочу с подругой поехать в Грузию. Грузия тут буквально недалеко. А то родители боятся, что со мной что-то случится. Меня кто-то украдет. Кому я нужна? Далее давайте попробуем варенье из как называлось? Из грецкого ореха. Вот так вот оно выглядит. Оно прям с кожурой. Очень вкусно. Когда первый раз я попробовала, я подумала, что это? Кто это кушает? Ну, сейчас просто обожаю. Просто первый раз, когда я попробовала, он был очень жесткий. То есть, эти грецкие орехи поздно собрали. Нужно их собирать, когда орех не созрел. То есть, еще корочка, знаете, такая мягенькая. Где твой папа, он депорт? Нет. Все замечательно у моего папы. Просто у папы работа. Ну, я в Азербайджане, поэтому они находятся здесь. Ну, я думаю, что в ближайшие, наверное, где-то 5 лет он переедет к нам. Сюда. Господи, как много вопросов. У тебя есть отец? Где он? Что с ним? Мне кажется, вопросы касательно моего отца, это немного личное. Ну, я понимаю, ваше тоже любопытство. У меня тоже такое часто бывает. Я смотрю какого-то блогера, и он, например, что-то недоговаривает. И мне сразу хочется это узнать. Поэтому ваше любопытство я понимаю. Но вы поймите меня тоже. Если я не хочу об этом говорить, значит, не спрашивайте. Да и нечего говорить. Вот что я расскажу. Вопрос с ними. Пранк над Фази. Один раз я пыталась снять пранк над Фатей. Я выставила фотографию, типа я в больнице. Там под капельницей типа лежу. Думала, сейчас будет реакция. Не знаю. Она начнет мне звонить, трезвонить. Но, к моему удивлению, вы представляете, ни один из моих родственников ничего мне не написал, что с тобой случилось. Не то, что Фатя. Вообще никто не отреагировал. Мне даже как-то обидно стало. Неужели всем все равно, что я там в больнице? Потом оказалось, что они не поняли, что это капельница и так далее. Я просто не хочу снимать, знаете, подставной такой пранк. Если снимать пранк, я считаю, действительно пранковать человека. А это сделать не так уж уж и легко. Я думала, много вариантов. Но если я вот так вот поставлю камеру, и она будет снимать, Фатя сразу это заметит. Так что это будет тупо. Ну, хорошая идея. Я сама очень люблю смотреть пранки. Даже было бы интересно самой кого-нибудь пранкануть. Но иногда, когда смотрю, прям явно видно, что все участники просто знали о том, что это пранк. Если честно, так неинтересно. То есть, если делать, делать от души. По мне. Варенье просто обалденное. Смотрите. Две штучки остались. Насколько я знаю, это считается одной из самых дорогих варенья. Потому что, во-первых, оно очень сложно в приготовлении. Во-вторых, грецкие орехи стоят дорого. В-третьих, нужно специальное время подобрать, чтобы их собирать. Потому что вы можете запоздать, и они уже, когда будут жесткие, из них невозможно сделать варенье. Поэтому очень много тонкостей. Привет. Передай привет Елжане. Хочу получить привет от красивой Айки. Спасибо большое. Мне очень приятно. Елжана, огромный тебе привет. Как ты училась в школе, если ответишь, что передай привет? Айкин, передаю тебе привет. Училась я в школе, не сказать, что прям вау, космос. Но так. Я училась на 4-5. Даже в пятом классе у меня была одна четверка. Но это был мой рекорд. То есть сказать, что я была отличницей с 1 по 11 класс, такого не было. И дело тут не в том, что я не старалась, не училась. Дело было в том, что у меня как бы не очень хорошая память. Даже если я что-то учила, я потом это забывала. единственный предмет, который мне очень хорошо всегда давался в школе, это была математика. И физика. Да, физику я тоже очень любила. Опять тут вопрос, когда будет видео с моей мамой. Я пытаюсь ее уговорить, но пока что у меня это не получается. Вообще, надо вам скинуть профиль в инстаграме моей мамы. И давайте закинем ее сообщениями, что давай видео с Айкой, давай видео с Айкой, чтобы она решилась. Ну, просто, если честно, очень боится комментариев. Она такой человек, вот она элементарно мои комменты читает, и сразу все, Айка, здесь написали, что ты тварь, ты представляешь, может тебе не снимать. Она очень близко все к сердцу воспринимает. Я представлю, если я сниму с ней видео, и кто же там напишет, вот она полная и так далее, все, у нее будет депрессняк, не знаю, недели две. Поэтому, с одной стороны, я боюсь вашу реакцию, что кто-то напишет что-то неприятное, она это прочитает. Просто я не успеваю все удалять. Вот многие бы сказали, не нравится, возьми удали и коммент. Очень много комментов, потому что у меня очень много видео, и нереально все это удалять. Плюс мне еще надо снимать новые видео. Если я чисто буду сидеть, отвечать на комменты и удалять ненужные, то я не буду успевать снимать что-то новое для вас. По возможности, я стараюсь отвечать, по возможности, я стараюсь вот это вот сердечко ставить, ну лайкать, да, ваш коммент. Очень много позитивных комментов, спасибо вам большое. Негатив, конечно, тоже есть, но я понимаю этих людей тоже. Я тоже, знаете, дама очень строгая. То есть иногда я тоже смотрю блогеров, и меня что-то раздражает и бесит, и мне так и хочется что-то написать, но потом я себя останавливаю, я же все-таки блогер, как я могу такое написать? Вот. Поэтому людей, которые пишут негатив, я их не осуждаю, я даже их понимаю в какой-то части, я тебе не могу нравиться всем. И это нормально. Получился просто деликатес, вообще космос, бомба. Вот попробуйте такой завтрак. Это на самом деле завтрак, и сейчас время 10 часов. Хочу успеть сегодня выложить это видео для вас. Жалела ты хоть раз, что начала YouTube-канал? Нет, я бы не сказала, что я когда-то жалела, но у меня в какой-то момент этап в своей жизни, ну, как бы, как сказать? Было вот такое затишье, я где-то неделю не снимала видео, и мне уже не хотелось снимать. Вроде были хорошие комментарии и так далее. Но когда в моей жизни все очень плохо, например, у меня плохое настроение, или какие-то проблемы в семье, я не могу снимать видео, у меня какой-то застой бывает. Обычно люди наоборот, то есть у них какие-то проблемы, и они хотят как-то развеяться, поэтому снимают видео, читают комментарии, а у меня как-то наоборот. Если у меня какие-то проблемы, то я отдаляюсь от YouTube. Сейчас я пытаюсь максимально больше снимать для вас видео, потому что я с каждым днем чувствую все больше ответственности. Я вам уже говорила, что я не понимаю блогеров, в которые направили огромную аудиторию, столько вложили сил, а потом раз и не снимаю это видео. Вот только должны прийти рекламные контракты, только с этого зарабатывают. Вот, например, мне очень нравится Андрей Петров, в последнее время постоянно его смотрю. Вы заметили, сколько у него рекламы на видео? Очень много рекламы. Но этот человек очень редко бросает свою аудиторию, то есть он постоянно снимает, он постоянно дает народу контент. У него нету такого, а деньги приходят, нафига мне что-то делать, все равно идут денежки. Я уважаю именно таких блогеров. Мне очень нравится, когда блогер ответственен к своей аудитории. То есть если ты взялся за это, если люди, такая аудитория огромная подписалась на тебя, ты просто обязан снимать видео. Вот вы видели такое, что в телевизоре, например, идет сериал, например, вы в пятницу ждете серию, а ее нету. Ну потому что у него нету настроения у режиссера, или кто-то заболел. Нет. Это тоже как работа, и нужно чувствовать ответственность. Поэтому, например, у таких блогеров, у топовых, не буду называть уже имена, падают рейтинги. То есть ты смотришь, что на видео 6 миллионов подписчиков, а видео смотрят всего 500 человек, 500 тысяч человек. Вот. Я стараюсь максимально ответственно относиться к вам. Я очень рада, что я в ответ получаю очень много положительных комментов, что вы меня смотрите. Это очень приятно. Такая вкусняша получилась. Сегодня я чуть-чуть болтаю только. Но зато я сегодня съела все. Не собиралась я снимать, если честно, просто приготовила себе завтрак. Думаю, сейчас позавтракаю. А потом думаю, почему бы это не заснять. Заодно я поболтаю с вами. И видео получится. Смотрите, я съела уже все. Вопросов осталось очень много, к сожалению. На все вопросы ответить мне не удастся, потому что вы у меня очень-очень активны. Я вас всех очень-очень сильно люблю. Целую. Надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. А с вами была Эмили. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok